всем привет привет здравствуйте мои дорогие подписчики и все те кто только подключается к моему каналу я просто еще раз хочу представиться меня зовут светлана я на своем канале делюсь только своим опытом в создании одежды так как я работаю очень много лет на индивидуальном пошиве поэтому решила создать свой канал и делиться только своим опытом поэтому подписывайтесь у меня очень много идей я работаю со всеми видами тканей так как и работаю вернее с натуральной кожей смехом то есть по возможности я стараюсь разнообразить свой канал и включать туда и конструирование моделирование технологии чтобы это было интересно и познавательно и конечно же чтобы вы этим пользовались сегодня у меня мастер-класс будет посвящен технологии пошив льняных брючек но чем он будет отличаться от других я решила сделать такой упрощенный вариант брюк но при этом я сделаю люксовую обработку что значит люксовая обработка конечно это так сказано очень громко вообще на самом деле чем дороже ткань чем она качественнее тем естественно нужно более тщательно уделять обработки и чтоб с изнаночной стороны скажем так изделие смотрелось так же хорошо качественно как и с лицевой стороны поэтому сегодня я покажу как лично я обрабатываю вот такой обработкой изделие скажем так из дорогих хороших качественных тканей я думаю что это вам обязательно пригодится в жизни ну в принципе как бы и все несмотря на то что до осень у нас но люди клиенты хотят продолжить лето и это правильно уезжают на бархатный сезон в теплые страны и так получилось что мы продолжаем работать скажем так с летними изделиями я думаю что это неплохо это всегда нужно ну и для разнообразия тоже в принципе очень даже хорошо приятного просмотра и так давайте я хочу быстренько вам показать примерно какая модель у меня будет значит вот смотрите здесь обычный гульфик естественно да но у меня идет цельнокрайонный как бы поясок я его сразу цельнокрайоном сделала вот такие вот у меня будут хлястики которые вот если мы закрываем вот так вот молнию идут вот так вот два хлястика которые фиксируются вернее фиксируют да объем талии ну естественно они вносят какой-то декоративный элемент свой красивый здесь у меня будут пуговицы сделаны кармашки у меня наискосок и что самое важное очень многие любят кстати вот это дело я сделала защипы это не защипы это у меня будет под резиночку то есть я просто буду вдергивать сюда резиночку по спинке для того чтобы можно было спокойно фиксировать объем талии это просто я померила на фигуре сколько у меня какой будет у меня объем резиночки все очень просто все очень просто но при этом оригинально брючки такие широкенькие вот скажем так кулоты но они не будут отрезные то есть они будут длинными все начну конечно же я с карманов и сейчас я это все продемонстрирую так что нам нужно для обработки карманов наискосок ну естественно нам нужны два долевика вот таких вот клеевых для того чтобы мы могли продублировать наш срез или вход в карман для чего это делается для того чтобы карман при носке не растягивался то есть сам вход в карман не растягивался поэтому я с изнаночной стороны вот так вы ставлю свой долевик и начинаю его дублировать но я пользуюсь обычным дублерином самое главное когда вы выкраиваете этот долевик он не должен тянуться он не должен тянуться вот таким вот образом мы с одного и со второго кармана проклеиваем свой вход дальше мне нужно будет я никогда не выкраиваю из той же ткани из которой как бы шью свой внутренний кармашек вот этот вот да я никогда его не выкраиваю из той ткани ставлю я тоненькую ткань пускай она немножко отличается по цвету но она тоненькая приятненькая и не будет создавать толщины что очень и очень важно особенно в легкой одежде и еще у меня идет тоже две мешковины кармана они цельнокроеные уже с бачком все вот что я теперь делаю теперь я уже начинаю обрабатывать сам вход в карман складываю лицевыми сторонами свою мешковину кармана и свою переднюю половинку брюк скалываю и буду стачивать на 0,7 обычно я 0,75 где-то я даю на припуск для того чтобы обработать вход в карман то же самую операцию давайте проделаем и с другой половинкой брюк так ну вот смотрите я обработала один кармашек сейчас я покажу как это сделала все очень просто и легко стачаем сейчас основную не переднюю половинку брюк с нашими шкалиной кармана на тот припуск который вы дали ну ширина шага у меня где-то 3 миллиметра я стараюсь лен шить именно таким стежком какую я беру иголочку ну иголочку обычно для своего льна я беру где-то 90 тоньше я думаю брать не стоит ну и толще тоже я думаю брать не стоит чтобы сильно не делать проколы в ткани я не иду на утюжку вернее я не иду на утюжку я сразу же отворачиваю свою мешковину кармана и делаю растрочку и делаю растрочку просто вот так немножечко раздвигаю две ткани и потихонечку двигаюсь ну чтобы немножечко сэкономить время вот таким вот образом я делаю растрочку для того чтобы карман вернее мешковина кармана не выворачивалась не выворачивалась если же у вас очень сильно сильно сыпется ткань то конечно я могу дать совет чтобы сначала допустим обметать свой срез а потом уже растрочить я этого делать не буду ну конечно же сейчас обязательно нужно нам проутюжить свои мешковины кармана ну дополнительно можно дать отделочную строчку которая в принципе неплохо будет смотреться в готовом изделии но у меня ее практически не видно с изнаночной стороны это выглядит вот так вот ну и конечно же скажем так она дает не дает вернее карману выворачиваться на лицевую сторону что я делаю дальше дальше я буду обрабатывать свои мешковины кармана в запаковку значит смотрите я кладу свои брючки изнаночной стороной вверх и накладываю вторую мешковину кармана что у меня получается у меня получается что изнаночные стороны у меня находятся внутри а лицевые вверху и сейчас мне нужно стачать эти две мешковины кармана на 0,5 для того чтобы не срезать я вот так вот сколю сейчас быстренько на 0,5 и остачаю сейчас свои мешковины кармана ну чтобы получить хороший шов я расправляю его утюгом вот так вот слегка расправляем шовчик если ниточки где-то вылезли можно подрезать потому что вот я работаю сольном он очень крошится поэтому мне приходится где-то ниточки подрезать чтобы они у меня потом не вылезли ну и давайте слегка разутюжим шовчики уже получены я так изнутри пройду с одной стороны вот с другой можно пройти как бы низ еще немножечко так разутюжить все вот таким вот образом выворачиваю мешковину кармана кто более опытный уже в принципе понимает о чем идет речь здесь тоже ниточки можно будет срезать слегка все вывернули мешковины кармана и точно так же застаиваем утюжком получая такой скажем получаем форму кармана хорошую форму кармана кто в принципе только-только с этим столкнулся скажем да вот с этими операциями можно взять иголочку с ниточкой и заметать и заметать то есть сделать все потихонечку не спеша но при этом все как бы правильно я все это утюжком сейчас застаю и пойду уже на сточную машину чтобы мне до конца обработать свой срез то есть я закрываю свой срез полностью можно сказать у нас карманы уже готовы вот посмотрите это у меня кармашки идут с изнаночной стороны видите все в запаковку и ничего как бы не видно все хорошо также можно использовать косую бейку вот у меня даже бейка под лен косой бейкой будет еще оригинальней я кстати тоже дальше покажу как я уже работаю с этой косой бейкой потому что у нас идет обработка люкс но кармашки я обработала вот таким способом и так что я делаю дальше дальше я должна сделать закрепительную строчку так как у меня пояс цельнокроеный под резинку мне нужно обязательно закрепить по верху свою мешковину кармана я пойду сразу одной строчкой вот смотрите по верху опускаюсь вниз ширина пояса у меня 3 сантиметра тоже фиксирую и еще плюс 2 сантиметра делаю закрепку кармана то есть в готовом виде у меня брюки выглядят примерно вот так вот вот так вот и еще плюс 2 сантиметра мне нужно будет обязательно зафиксировать карман то есть вход в карман обязательно все а дальше у меня уже будет идти строчка сама которая будет закреплять сам пояс и можно сказать что карманы готовы все достаточно просто поверьте не так и сложно главное понять принцип работы ну а дальше я по отдельности обметаю боковые и шаговые срезы у всех 4 деталей и буду уже стачивать боковые и шаговые срезы так ну я еще раз повторюсь что акцент делать на стачивание боковых и шаговых я не буду единственное что я хотела бы сказать вот смотрите я сначала боковой срез и для удобства я сейчас заутюжу припуск низа для чего для удобства потому что у нас идет закрытый шов и у меня припуск составляет 9 сантиметров я буду заворачивать четыре с половиной и четыре с половиной и чтобы мне потом ну так сказать не мучиться я это сделаю в развернутом виде вот смотрите четыре с половиной сантиметра я откладываю и начинаю потихонечку сейчас заутюживать свой припуск низа причем лен он такой послушный что поверьте если вы заутюжите этот припуск он уже никуда от вас не денется и вам будет наоборот потом намного проще обработать низ то есть уже он у вас практически готов только строчку сделайте и все вот смотрите четыре с половиной я сделала но если я буду еще раз заворачивать четыре с половиной у меня он не выложится то есть ну как бы набегать будет вот этот припуск поэтому я сейчас сантиметр срежу вот здесь вот но опять же это все делается только для удобства так вот я сантиметр примерно срезаю да у меня низ мы специально продумали чтобы низ был такой тяжелый достаточно да ну так лучше видимо для клиента и он будет более четко выражен я бы сказала в готовом изделии и вот теперь видите спокойно у меня идет закладывание следующих четыре с половиной сантиметра и и все можно сказать что на низ мы даже с вами лишнего времени тратить не будем то есть просто сдадим потом строчку в готовое изделие и и все скажем так все низ у вас готов и теперь можно будет уже дальше просто скалываем вот видите по сгибам делаем сколку и стачиваем уже шаговый срез и уже сейчас можно стачать шаговый срез низ у вас при этом никуда не денется так и теперь я перехожу уже непосредственно к застежке у меня в принципе гульфика никакого не будет я решила немножечко облегчить себе задание и вот эти выступы которые в принципе у меня заложены были в лекала я их просто срезаю они мне абсолютно не нужны ну и конечно же ставим долевик из дублерина чтобы немножечко усилить нам припуск под молнию давайте сейчас я продублирую и то же самое я повторю со второй своей половинкой сейчас мы это проделаем со второй половинкой то есть то есть то есть ну видите я когда краю у меня сразу же я вырезаю по двум половинкам вот этот выступ да под гульфик а потом как бы если мне надо запечатать гульфик я с одной стороны его просто срезаю и все но в нашем случае у нас вообще гульфика не будет я покажу сейчас как можно обработать молнию в брюках но опять же я повторюсь что здесь у меня идет цельнокрайонный пояс под резинку более упрощенный вариант обработки верха поэтому здесь я и использую вот такой вот вариант все все вот смотрите как правило конечно же сначала обрабатывается полностью высота сиденья да полностью значит срезы под сиденье но я этого делать сейчас не буду потом вы это все увидите я совмещаю свои половинки по шаговым срезам сейчас я возьму иголочку совмещаю половинки по шаговым срезам пока ничего не обрабатываю и мне нужно будет сделать строчку по передней половинке брюк на тот отрезок или до той точки где у меня будет заканчиваться сама молния и вот этот отрезок он конечно же у каждого свой потому что молнии все разные я даже сейчас все это покажу вот смотрите передняя половинка брюк не забываем про то что ширина пояса три сантиметра давайте сейчас пометим эти три сантиметра то есть вы понимаете да что брюки то у нас отгибаются поэтому молния втачивается у нас вот отсюда вот от этой точки ширина пояса и вот от этой точки я буду втачивать свою молнию вот здесь у меня заканчивается моя молния мне нужно обязательно определить вход моей молнии чтобы узнать ну сколько мне затачивать какой отрезок мне затачивать по передней половинке все когда я это уже определила вот этот отрезочек двойной строчкой я сейчас буду стачивать но у меня припуск 1,8 1,8 у меня такой хороший припуск я не стараюсь делать в льняных изделиях маленькие припуски максимальный где-то 1,8 2 минимальный 1 то есть потому что лен даже не смотря на то что вы его декотируете декотируете он все равно потом в процессе может подсаживаться поэтому я делаю такие припуски ну кто как и так вот я хочу обратить внимание все нормально ничего никуда не делось да хочу обратить внимание значит вот смотрите все вот я сначала но я думаю что эту операцию вы проделаете раз уж мы шьем с вами брюки да теперь смотрите а я сразу же сев за машинку хочу вам посоветовать обработать низ молнии вот такой вот косой беечкой ну во первых когда человек носит брючки где ему не трет ничего и не режет это одно удовольствие и вы это прекрасно знаете потому что мы все носим брюки и вот хочу дать такой небольшой совет ну те кто знает просто молодцы и я думаю что вы пользуетесь такими вещами да потому что на самом деле это очень даже здорово когда вот сам низ молнии обработан я вот лично очень люблю и мы так же с вами сейчас и сделаем то есть обработаем косой беечкой сам низ молнии у меня молния очень короткая поэтому мне пришлось немножечко прям под самый корешок сделать иначе она совсем у меня будет короткая но принцип я думаю что всем понятен и опять же повторюсь что мы делаем обработку ну скажем так очень и очень качественно вот так вот обработайте низ молнии и я думаю что клиенты ваши и даже вы сами будете очень довольны вот таком вот вот такой обработки итак смотрите что я делаю дальше ну во первых я разутюжила тот шов который я стачала заутюжила также я припуски под молнию вот смотрите дальше что я делаю обработка обычная самая обычная обработка многие наверное уже поняли о чем идет речь вот видите да три сантиметра я отступила это ширина моего пояса и начинаю вот замочек идет молнии и вот именно от этой точки я начинаю вметывать свою молнию но как вметывать я ее не буду вметывать я сейчас просто в край сделаю строчку как бы ее зафиксирую чтобы она у меня никуда не делась и дальше у меня такой процесс очень интересный вот теперь мне пригодится моя косая бичка которая и будет перекрывать вот этот срез молнии вместе с моим припуском вот таким образом и получится все очень качественно и красиво и кстати вот еще один момент низ молний тоже будет вот так вот запакован ну я думаю что здесь не нужно показывать как я это буду делать думаю что в принципе всем все понятно так ну вот смотрите какой должен получиться результат вот у меня такой результат получился все достаточно аккуратно все запаковано и нигде ничего не вылазит немножко опередила я события сделала я декоративную строчку вот видите да на уголочек вот здесь вот внизу ну что я хочу сказать вот именно в моем случае когда идет цельнокрайенный пояс под резинку вот так и обрабатывается молния потому что если мы будем обрабатывать как в брюках в классических допустим вот как гольфик да то он будет мешать он не будет хорошо захотеть друг за дружку и будет оттопыриваться поэтому я и предлагаю вот такую вот технологию и это все достаточно просто легко не утолщается ничего и красиво согласитесь хорошо и красиво так осталось мне только сделать строчку по заднему шву сделаю я сейчас ее двойной это обязательно и уже буду переходить на обработку пояса или талии скажем так и так осталось ну совсем немножко смотрите вот я раскрываю свои брючки вот здесь вот у меня уже пояс в развернутом виде да скажем так несмотря на то что я буду делать пояс под резинку все равно я поставлю вот такой тоненький дублеринчик значит смотрите ширина моего дублерина вот если мой пояс имеет ширину 3 сантиметра я вырезаю полоску из дублерина 4 сантиметра если у вас допустим пояс 4 сантиметра вы вырезаете полоску 5 сантиметров вот такой вот расчет все вот сюда я прячу свой дублеринчик я все равно хочу продублировать свой поясок ну во первых это лен он у меня достаточно так хорошо сыпется ну и во вторых у меня же резинка будет не везде стоять только по задней половинке брюк все вот так вот мы сейчас продублируем вот в принципе же все не очень и сложно все не очень сложно главное просто понять принцип технологии всегда об этом проговариваю вот научиться шить можно главное терпение терпение ну и конечно любовь к вашей работе без скажем так уважение к вашей работе вы не получите хороших результатов у меня тоже не все сразу получалось и провалы были и все но благодаря моим учителям которые учились еще при советском союзе я хочу вам сказать а тогда были очень хорошие учителя и поверьте та школа никогда не заменит сегодняшнюю школу никогда поверьте это самая лучшая школа вообще вот поэтому я всегда защищаю советский союз и то что с нас требовали не требуют сейчас то есть отучился в университете получил профессию дизайнера и все и человек уже профессионал нет это опыт огромный опыт вот вот такие вот дела все вот смотрите я сейчас заканчиваю дублировать и конечно же сейчас я покажу как лично я обрабатываю косой бейкой любые срезы не только талию любые срезы как я обрабатываю итак косая бейка давайте сейчас мы это все рассмотрим так у меня тут провод немножко ну я попробую так значит лицевой стороной вверх откладываем примерно один сантиметр полтора от бейки от края накладываем на свое изделие и раскрываем свою бейку видите здесь она уже заутюженная и вот по этой заутюжке я притачиваю свою вейку кто допустим первый раз работает по такой технологии вы можете ее или сколоть или приметать но я этого делать не буду я просто накладываю ее и вот так обрабатываем от одного края до другого вот таким вот образом когда я притачала косую бейку свою смотрите я ее разутюживаю то есть видите срез у меня он у меня разутюжен чтобы не создавалась толщина потому что я все равно эту косую бейку вот так буду подворачивать и вот эта толщина она у меня сюда и уйдет вовнутрь ее видно не будет как я поступаю со срезами где у меня молния вот я уже заутюживала заутюжила покажу еще раз вот смотрите припуск отворачиваем на изнаночную сторону и я еще здесь уголочек формирую и все так вот все у меня и остается и сейчас мне нужно свой срез обработать вот своей косой бейкой но я прежде чем стачивать я хочу заметать чтобы у меня было все красиво и аккуратно и так следующим простым этапом будет это заутюжка нашего пояса конкретно вот видите я уже заутюжила обязательно проставляю иголочки чтобы совместить боковые средний шов задней половинки это обязательно и как я это делаю но сначала конечно же я совмещаю швы откладываю 3 сантиметра ширину своего пояса ставлю иголочку и линеечкой вымеряем да вот так вот ставлю сейчас сюда сейчас немножко мы вымерим 3 все и можно заутюжить ровненько свой пояс если же у вас верхний срез пояса немножко подсел под лентой не бойтесь вытягивайте его формируйте линию талии не переживайте ткани особенно лен легко поддаются влажно-тепловой обработки поэтому бояться здесь нечего делайте оттяжку и совмещайте свои срезы все и вот здесь еще от бокового до молнии ну вот здесь я не буду особо стараться оттянуть потому что мне хочется немножко раскрыть вот здесь молнию да чтобы при застегивании вот этот припуск не мешался мне поэтому я сейчас оформлю таким вот образом и тоже вымеряю линеечкой три сантиметра и заутюживаю уже свой пояс все чтобы пришить чтобы вернее притачать вот этот срез более аккуратно конечно лучше его заметать не бойтесь заметывать лучше лишнюю работу сделать но зато потом у вас будет все грамотно и четко лежать и не нужно будет ничего переделывать но так как у меня резиночка идет конечно же я сейчас пояс притачивать буду не по всей длине а только тот отрезок куда будет втачиваться у меня резинка вернее вдеваться у меня резинка а резинка у меня будет вдеваться здесь у меня стояла иголочка ну вот у меня кармашек 4 сантиметра к середине передней половинки вот отсюда и по всей задней половинке переходим на вторую переднюю половинку тоже вымеряем 4 сантиметра ставим иголочку заметываем свой пояс и делаем уже строчку но резиночку вдернуть наверное вы уже сможете самостоятельно вот я потом покажу просто результат вот и уже когда резиночку вы вдернули просто нужно доделать свою работу сделать строчку дополнительно зафиксировав вот этот вот свой оставшийся поясочек вот и все в принципе все достаточно просто и так мне осталось выполнить последнюю свою работу это обточать и заготовить уже хлястики у меня их два что мне для этого нужно верхняя часть хлястика которую конечно же я продублировала уже потом я беру просто обычный кусочек ткани и лекала из более плотной такой бумаги по которому я и буду сейчас скажем создавать форму своего хлястика что я делаю вот так вот лицевыми сторонами я складываю две детали хлястика сверху я накладываю свое лекало и по нему я буду сейчас строчить как я это делаю прямо в край вот где у меня проходит само лекало прямо в край я буду давать строчку для чего это нужно а благодаря вот такой вот вроде бы обычной обычной заготовки из бумаги мы создаем более четкую форму своих деталей здесь также могут допустим быть и клапаны хлястики погоны все что угодно то есть вот такие вот мини детали прекрасно создаются вот благодаря вот таким вот лекалам из бумаги и самое главное вот уголочки которые вот здесь вот нам необходимо выполнить красиво и аккуратно тоже мы строчим в край своего лекала поворачиваем ну 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 немножечко тут и еще с одной стороны смотрим чтобы у нас все было совмещено можно вот здесь вот сделать две три закрепительные строчки потому что вы когда выворачиваете идет напряжение ткани и можно порвать ткань поэтому я всегда в уголках делаю две-три закрепительные строчки все и уже движемся к концу убираем свою лекала и теперь можно спокойно уже вырезать свою деталь и вывернуть ее вот такие хлястики у меня получились я их проутюжила куда пришивать эти хлястики в общем-то решать каждому из вас то есть куда вот где будет красивее где они будут смотреться лучше туда и нужно их пришивать но я где-то примерно я даже наверное перекрою вот эту строчку которой я фиксировала свою резинку я хочу ее прикрыть и пришлю вот именно в это место свой хлястик один и то же самое сделаю я с другой стороны и в конце я хочу немножечко сделать акцент на петли потому что я их буду сейчас прометывать на хускварни топаз 50 и для любителей этой машинки или для тех кто только собирается ее покупать немножечко сейчас расскажу о нюансах в этой машинке вот как она в принципе делает петли что нужно знать при этом для того чтобы получить хороший результат не отключайтесь дальше будет тоже очень хорошая и полезная информация так ну раз так получилось что мне нужно будет сделать петли я решила немножечко быстро вернее даже сделать такой обзор по хускварни топаз 50 как она делает петли потому что очень многие задают вопросы хочется многим побольше видео про хускварну топаз 50 да ну и я решила чтобы сэкономить немножечко время и как бы немного расширить вот этот кругозор вот смотрите ну про дисплей уже вы знаете все да на дисплее есть сейчас я говорю только о петлях больше ни о чем другом значит на дисплее в принципе все показано и найти значок петлю достаточно просто нажимаем на значок петлю и уже все показано да как будет идти машина даже стрелочка видите снизу вверх то есть это мы должны учитывать какая лапка устанавливается на машине то есть это тоже очень важно в принципе здесь все можно прочитать есть указатели легкая ткань есть номер иглы которую в принципе вы можете использовать для легкой ткани точно так же посмотрите есть значок сама пуговица вы выбираете ту пуговицу диаметр той пуговицы с которой вы будете работать например вот у меня 25 сантиметров идет диаметр петли естественно машина автоматически устанавливает длину петлю под эту пуговицу что очень и очень удобно точно так же можно сформировать саму ширину зигзага которая делает машина да вот смотрите чем больше я устанавливаю ширину зигзага тем больше на дисплее уже показывается сама петля все это можно проверить скажем так на образце ткани и выбрать уже нужную петлю которая вам понравилась или подошла непосредственно под вашу ткань вот ну а сейчас такой маленький нюанс который я хочу вам сказать вот смотрите вот такая вот интересная лапка которая вот сюда вот 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 сюда вот она втыкается и машина загружается именно под петли вот когда я только приобрела эту машину и стала делать петли причем даже не попробовала на образце машина ну скажем так не всегда делала те петли которые мне нужны опять же я задавала постоянно вопрос почему а все скажем так весь секрет вот в этой рисочке вот видите да беленькая такая рисочка идет на колесике это очень и очень важно я как-то не обращала на это внимание устанавливала то вот так вот то потом вот так и машина сбивается и не делает ту петлю которую вы скажем так запрограммировали на своем дисплее это очень и очень важно вот этот маленький секретик обязательно вот эта беленькая рисочка да вот эта стрелочка должна быть посередине вот этой белой полосочки если вы не сделаете ну или не то чтобы прям посередине но она должна вот скажем так быть вот вот в этом вот в этой белой границе и ни в коем случае не вот здесь и даже если она вот сюда вот чуть-чуть перекатиться буквально на 1 миллиметр петли уже вы не получите той которой нужно вот самое важное для вот этой машинки чтобы белая стрелочка попадала на белый вот на белую рисочку на колесике и сейчас мы посмотрим как она делает петли так ну я сначала всегда опускаю иглу потому что ну это у меня видите образец ткани поэтому мне не важно где я буду начинать делать петлю ну а вообще вы же делаете на мелку петли вы должны знать где начинается петля и где заканчивается петля поэтому сначала я ставлю иголочку где у меня будет начинаться петля кстати хочу сказать вот видите вот этот сгиб в принципе вот этот сгиб должен быть ну скажем так краем борта потому что так удобнее делать петлю именно на этой машине обязательно проверяем опять же видите вот проверили рисочку все иголочку поставили я всегда опускаю лапку нажиманием вот видите две стрелочки лапка вверх лапка вниз и можно нажимать уже старт и посмотреть как она делает петлю у меня очень плотное плетение идет зигзагом вот она доходит до конца пошла снова делать в обратную сторону еще один момент который я хочу сказать для сложных тканей можно использовать вот такой вот стабилизатор вот сейчас она закончит делать петлю все и она останавливает то есть в принципе если вы все правильно сделали петля получается очень красивой и ну вот вот такая петелька получается вот можно сделать ее и пошире вот ну я думаю что в принципе неплохо она сама кстати все закрепляется ниточки вы просто обрезаете и не надо их никуда прятать то есть она все везде делает закрепочки единственное я хотела сказать про стабилизатор если вы работаете с трикотажем и делаете петли на трикотаже обязательно используйте вот такой вот стабилизатор который прекрасно будет служить скажем так фиксатором скажем таким да чтобы у вас не растягивался сам трикотаж вот и форма петли была красивой и сохранилась вот вот это вот все что я хотела быстренько рассказать про петли может быть я еще потом задену вопрос потому что здесь петель очень много и со временем так скажем да в процессе я буду показывать какие еще петли делает хускварный топаз я закончила свои лениные брючки вот такие они у меня получились я просто наколола их на манекен потому что очень сложно их надеть но брюки вообще сложно надеть на манекен вот такие вот видите закрывается молния пуговички прозрачные и на резиночки если вам понравилось видео и будет для вас полезным ставьте лайк подписывайтесь у меня еще очень много идей интересных буду с вами делиться ну а на сегодня все всем удачи всем конечно же счастливых хороших добрых дней и всем пока пока